Свободу сеятель пустынный, Я вышел рано, до звезды, Рукою чистый и безвинный, В порбощённые бразды Бросал живительное семя, Но потерял я только время, Благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, Вас не разбудит честь и клич, К чему стадам дары свободы, Их должно резать или стричь, Наследство их из рода в роды, Ермо с гремушками, Вот я вам зачитал стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «Свободы сеятель пустынный». А начинается стихотворение фразы «Изыди, сеятель, Сеете семена своя». И вот Наталья, когда дала вот этот блок изображений своих, В общем-то, мы не дерзнули, но было предложение, Пушкин, на Пушкинской площади в Москве, На Пушкинской площади в Москве называется вот эта серия работ, Вот это всё того самого памятника, который был первый в России открыт в 1880 году. И, в общем-то, и сейчас, а Наталья сняла вот эти вот сюжеты, Когда у памятника собираются граждане, вот наши современники, И, в общем-то, декларируют что-то, Ну, может быть, какие-то либо социальные требования, Либо политические, либо вообще просто, я не знаю, Может, какие-то партии, направления там собираются и о чём-то говорят. И, в общем-то, когда вот это сформировалось, Здесь женщина что-то кричит, вертолётик там, Здесь, понимаете, такие два человека в маске, Как памятники сами, вот. Здесь ребята с георгиевской ленточкой, Жест такой, в общем-то, и что-то, Ну, песня, наверное, поэт, наверное, 9 мая всё-таки, вот. А здесь влюблённая пара за фонарём, сидящий на фонаре, В общем-то, и Пушкин со спины, Как кто-то сказал, художник сказал один, Что какая спина у этого памятника, То есть, вот, я не обращал никогда внимания, Потом стал, когда услышал, Это Шилов, Шилов говорил, Говорит, вот этот памятник и всю его, Но мощь его в спине тоже, в общем-то. Какая сила в нём сокрыта? Куда ты скажешь, через гордые кони, Где опустишь ты копыта? Ну, вот ещё одна метафора из «Медного всадника». Поэтому вот такое произведение вдруг возникло в голове, Когда я видел эти фотографии Натальи. Но мы не дерзнули назвать вот эту серию «Свободы, сеятель пустынной». А идея классная, кстати, да? Вот стоит Пушкин уже с 1880 года. И, в общем-то, русское общество всё ещё кипит. Слава богу, жизнь идёт.